Аплодисменты 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 Есть ли у прошлого будущее? Как его можно измерить? В каких единицах? У нас у всех сейчас есть часы, смартфоны. Можете посмотреть, сколько сейчас времени? Я серьезно, смотрите. Запомните, это очень важно. Время это же показатель жизни и действия. Мы все разные и наши действия и поступки отличаются. Если мы одержимы идеей, мечтой, целью, то мы начинаем двигаться к ней, мы начинаем приближать ее, соответственно мы приближаем будущее. Мы движемся в будущее и фактически мы начинаем жить этим будущим. Если ты видишь себя актуальным и творческим и чувствуешь свой потенциал, то обязательно будешь одержан деланием. Другого пути просто нет. Жатвы много, а делателей мало. Почему так происходит? Потому что любое создание, любое произведение – это диалог со временем. Чтобы у каждого из нас появилось достойное будущее, необходимо умело обращаться с опытом прошлого, актуализировать его в настоящем и непременно стремиться к будущему. Большинство людей просто плывет по течению времени, но, как говорит известная поговорка, нельзя в одну реку войти дважды. И иногда мы не можем остановиться, и мы просто течем с этой рекой времени. Есть еще одна хорошая фраза – есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Каждый из нас уже когда-то был ребенком – я, вы, каждый сидящий в этом зале. А сейчас это уже прошлое. Но это же не значит, что нас нет. Мы есть. Просто новое и будущее мы всегда создаем на основе прошлого. И создаем это сейчас. У каждого есть своя точка опоры – первый крик, первый вздох, первый шаг, который рождают и устремляют нас в будущее. Сделай первый шаг, как поет одна известная музыкальная группа. И у прошлого всегда есть будущее. И здесь каждый может мыслить так, как ему удобно. Выбирайте. У нас есть общее прошлое и общее будущее. Если мы говорим о нашей стране, о нашем городе, у нас есть свое личное прошлое и общее будущее. Если выйдя из этого зала, мы с вами будем делать какие-то совместные проекты, работать вместе, вместе развиваться. У нас с кем-то было общее прошлое, а теперь свое будущее. Вот у меня новый проект, я занимаюсь новыми идеями, продвигаю что-то другое. Но это не значит, что мы теряем связь с теми, с кем мы работали раньше, с кем мы общались раньше, жили. Это говорит о том, что, может быть, в будущем мы снова встретимся и снова будем делать что-то общее. Просто я не могу бросать контакты. Я всегда стараюсь это все транслировать на будущее и думать, как это будет. Смотреть, как это было вчера, думать, как происходит сейчас и обязательно прогнозировать то, что будет завтра. У каждого человека события, предметы, произведения искусства, да, собственно, и архитектурного памятника и любого здания в нашем городе тоже есть своя жизненная история. И она всегда с чего-то начинается, имеет свою точку отсчета, я бы даже сказал, точку опоры. Будущее без прошлого не существует, и у всего обязательно есть первопричина. У всем известных в нашем городе складов Рейники теперь тоже появилось будущее. Когда-то, более ста лет назад, созданное мукомолами Рейники предпринимателями того времени, после революции превратившись в закрытый военный объект, сейчас превращается в модное место современных практик и актуальных смыслов. Становится местом притяжения неактивных, творческих, креативных людей, место, где уже сейчас начинает оживать современное искусство, местом, где каждый сантиметр пропитан историей. Но сейчас там возникают работы современных художников, инсталляции, граффити, то, что мы называем уличным искусством, и это является воплощением современности сегодняшнего дня, здесь и сейчас. Великая Российская империя оставила нам культуру, архитектуру, искусство, я бы даже сказал великую культуру. Но мы — это же новая Россия. А что останется от меня, от каждого из вас, в будущее? Какое будущее мы создадим сейчас, сегодня, для будущих поколений? Пройдет сто лет. И через сто лет то, что сейчас происходит, будут описывать как историю. Вот интересно, а как они будут описывать нас? Потому что сейчас у нас настоящее. Но вот уже прошло несколько минут, и то, когда я вышел в этот зал, уже прошлое. А что останется в будущем от современного бизнеса? Этот вопрос не мог не возникнуть, зная, где мы сейчас находимся. А способен ли он и будет ли способен создавать что-то новое? Или это просто банальный способ заработка, или такая жизненная формула? А какое искусство останется после нас? В каком пространстве сейчас может жить и развиваться современное актуальное искусство? В чем его разнообразие? И совместим ли инсталляции, уличное искусство, то, что наше, современное, с историческими памятниками? Все эти вопросы мы периодически задаем себе, всем тем, с кем сотрудничаем, кому интересно развитие культуры, кому интересно развитие города, страны. Можно все, что угодно сейчас говорить. Все, кто хотят экспериментировать, всех, кто хотят создавать что-то современное, кто хотят трансформироваться, меняться и создавать что-то принципиально другое, обязательно будет задавать себе этот вопрос постоянно. И ответ очевиден. Только творчество, только новые идеи и только движение вперед. Наверное, не случайно, это становится определенным трендом у нас. И самым популярным фильмом последних несколько месяцев является фильм «Движение вверх». Они задумывались, почему? Потому что это принципиально новая позиция, что всего за три секунды люди могут менять историю. Они верят, они идут к этому, и они делают это. И они понимают, что величие людей не в гордыне и самовлюбленности, а данные свыше возможности менять мир вокруг. Каждый из нас может изменить мир вокруг. Ну, хотя бы вот метр, два, пять. Сделать его лучше, сделать его совершеннее, сделать его честнее. И в этом, как ни казалось бы странным, нам помогает время. Вот я сейчас выступаю и увижу, что у многих из вас в глазах промелькнули какие-то свои воспоминания, кто-то вспомнил о чем-то своем, о чем-то сокровенном, о чем, наверное, вы даже ни с кем и не поделитесь. Но это очень важно. Что вы что-то вспомнили личное, значит, не все потеряно, значит, у нас есть куда развиваться, значит, у нас будет кому менять все к лучшему. Сколько прошло времени? Посмотрите на часы. Чуть больше восьми минут, но там было прошлое, а сейчас у нас новое настоящее. А завтра стрелки часов сделают круг, и будет новый день. Потом новый год, новый век. Время постоянно течет, оно постоянно меняется, и что каждый сейчас возьмет из нашей встречи и унесет куда-то с собой. Это зависит от нас самих, от меня, от каждого из вас. У прошлого есть настоящее, и обязательно будет будущее. Только надо очень сильно захотеть. Давайте делать это будущее вместе. Но главное помнить, если мы это делаем, значит, это точно кому-то нужно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...